Это подкаст. А теперь к новостям. В Грозном на этой неделе прошел Кавказский инвестиционный форум, сокращенно КИФ. Это мероприятие с апреля активно пиарил глава Чечни Рамзан Кадыров. Подконтрольные местным властям государственные СМИ утверждали, что в республику для участия в форуме приедут представители более 50 стран. Впрочем, судя по публикациям Кадырова в Телеграме, иностранное участие ограничилось посещением грозного послами Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Саудовской Аравии, а самым высокопоставленным заграничным гостем стал премьер-министр Узбекистана. На форум, вероятно, в добровольно-принудительном порядке, прибыли также руководители других северо-кавказских республик и южных регионов. Среди многочисленных чиновников, приехавших из Москвы, наиболее высокопоставленным оказался глава правительства России Михаил Мишустин. В первый же день проведения Киев, 15 июля, в Чечне произошел сильный взрыв. На строительной площадке, примерно в 70 километрах от Грозного, в селе Башин-Кали, согласно предварительной информации, загорелись и взорвались баллоны с газом. По другим данным, причиной происшествия стало воспламенение промышленной взрывчатки. Погибли не менее пяти рабочих, более 20 пострадали. Об этом заявил Кадыров. Он уточнил, что среди пострадавших есть жители соседнего Дагестана. На одной из записей с места ЧП видны десятки единиц сгоревшей техники. Изначально сообщалось, что взрыв произошел на стройке малой гидроэлектростанции на реке Аргун. Однако госкомпания «Росгидро» это опровергла. Там заявили журналистам, что взрыв произошел на технической базе строительного городка фирмы «Даггидроспецстрой» вне строительной площадки ГЭС. Глава Чечни, единожды прокомментировав взрыв, он назвал его трагическим инцидентом, больше к нему не возвращался. Вместо этого он был занят встречами в рамках все того же Кавказского инвестиционного форума. В череде протокольных мероприятий внимание СМИ привлекли упреки Кадырова в адрес министра финансов России, который, кстати, в Грозный не приехал. Глава Чечни заявил, что Антон Силуанов запретил выплачивать живущим Республике Героям России по 10 тысяч рублей, намекнув на недостаточное финансирование из федерального центра, хотя дотации из Москвы по-прежнему составляют основную часть местного бюджета. Все думают, что государство нам дает большие деньги, чтобы люди понимали, что мы платили Героям России из бюджета по 10 тысяч рублей. Господин Силуанов нам запретил платить эти 10 тысяч рублей. Официально отпирал письмо, чтобы вы не платили эти 10 тысяч рублей. Героям Российской Федерации. Вот так относятся к бюджетным регионам, особенно Чеченской Республике. А все думают, что Чеченская Республика получает сколько-столько хочет денег. Автором другого запомнившегося высказывания стал министр туризма Чечни Муслим Байтазиев. Он заявил, что Кадыров – это человек, который превратился в бренд. Некий стиль, шарм у Чеченской Республики есть. И мне кажется, что это основной бренд, который действительно благодаря авторитету, благодаря тому, что это не просто региональный политик, это человек, который действительно стоит на стыке Юга России и Ближнего Востока, является связующим звеном и действительно соратником нашего президента в поддержке и в объединении наших общих сил со странами Ближнего Востока. Это действительно человек, который превратился в бренд, и этот бренд надолго. Внимание на слова Байтазиева обратило интернет-издание агентства, и с ними сложно поспорить. Глава Чечни за десятилетия нахождения у власти действительно превратился в бренд республики. Правда, не благодаря развитию туризма или экономики, с чем регион по-прежнему испытывает большие трудности, а из-за насилия в отношении своих же земляков и других россиян, назначение многочисленных родственников на государственные должности и безоговорочной поддержки президента Владимира Путина, включая его войну против Украины. Например, еще перед началом Кавказского инвестиционного форума критики Кадырова вновь заявили об очередной волне массовых похищений жителей Чечни силовиками. Всего, по данным оппозиционного движения АДЭТ, в июле по неизвестным причинам были задержаны уже более 30 человек, в числе которых есть несовершеннолетние. Власти региона эти сведения никак не комментируют. Скачивайте приложение «Кавказ. Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Один из арестованных по делу о теракте в Дагестане 23 июня, Заур Магомедов, пожаловался на пытки в Махачкалинском сезон номер один. Об этом рассказал председатель Республиканской общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев. По его словам, арестованный заявил, что его пытали электричеством, делали болевые приемы и прикладывали к рукам гранату, которую позже подбросили в квартиру, где Магомедов жил с женой. Подозреваемый также отверг причастность к боевикам, которые напали на полицейских и религиозные объекты в Махачкалей, Дербенте и селе Сергакала. Он утверждает, что знал предполагаемого лидера группы Османа Амарова только потому, что выполнял отделочную работу у него дома. Об аресте Заура Магомедова стало известно 4 июля. Тогда же сообщалось, что под стражу помещены еще два человека с такой же фамилией. По версии следствия, они могли быть связаны с группой боевиков и планировали взрывы и поджоги. В их отношении возбуждены уголовные дела о терроризме и незаконном обороте оружия. Никаких доказательств правоохранительные органы не представили. На этой неделе также получила развитие, объявленная главой Дагестана, ревизия личных дел чиновников. Сергей Меликов анонсировал ее, когда выяснилось, что в теракте 23 июня участвовали родственники уже бывшего руководителя Сергакалинского района и члена «Единой России» Магомеда Амарова. В настоящее время он арестован по обвинению в экономических преступлениях. 18 июля Меликов уточнил, что проверка личных дел республиканских чиновников будет касаться их возможной причастности к коррупции, а не к экстремизму, как предполагалось ранее. В Волгоградской области участник полномасштабной войны против Украины стрелял в детей. Инцидент произошел еще 12 июля в хуторе Угольском, однако известно о нем стало только на этой неделе. Первым о стрельбе сообщило издание V1.ru со ссылкой на родственников одного из пострадавших и местных жителей. По их словам, по детям открыли огонь, когда они вечером гуляли по хутору с музыкальной колонкой. Пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали с двумя пульвыми ранениями в ногу. Полиция нашла на месте происшествия гильзы от карабина и пистолета. Стрелка задержали. Антивоенные активисты из Волгограда назвали его имя. Это 48-летний Иван Дьяконов, ранее судимый по делам о кражах контрактник Минобороны России. В день, когда он открыл стрельбу по детям, он вернулся из Украины в отпуск. Вернувшиеся с войны россияне все чаще совершают преступления против мирных жителей, в том числе в отношении детей. На юге России известно уже о нескольких таких случаях. Например, в мае в Ростовской области бывший участник полномасштабного вторжения в Украину убил второклассницу, которая вышла из дома в магазин. В феврале еще один так называемый СВОшник из Ростовской области записал на видео издевательство над своей двухлетней падчерицей. Прошлым летом сообщалось о похожем случае в Краснодаре. Там вернувшийся с войны контрактник напал в подъезде на подростка, повалил его и стал душить. Социологи, правозащитники и антивоенные активисты, опрошенные редакцией «Кавказ реалии», предупреждают. Число преступлений, совершенных участниками вторжения в Украину, будет только расти, поскольку государство не занимается их реабилитацией и назначает минимальные сроки по новым уголовным делам. В регионах Юга России и Северного Кавказа продолжаются отключения электроснабжения. В начале месяца власти объясняли это аномальной жарой. 16 июля ситуация резко ухудшилась после сбоя на Ростовской атомной электростанции, где от сети временно отключали энергоблок номер один. Из-за этого без света остались миллионы людей. Изначально в Минэнерго заявили о сбое в работе генерирующего оборудования, однако позднее официальной версией Росатом назвал «ложное срабатывание защиты генератора». Была и другая версия о том, что причиной сбоя стала атака украинских беспилотников на одну из подстанций в Ростовской области. Об этом заявил так называемый российский военкор и участник вторжения в Украину Игорь Гузенко, автор телеграм-канала «13». Подтверждения его слов нет. Ростовская АЭС – крупнейший производитель электроэнергии на юге России. При этом, помимо южного и северокавказского федеральных округов, атомная станция питает аннексированный Крым и, вероятно, другие территории Украины, захваченные российской армией после 24 февраля 2022 года. Именно чрезмерная нагрузка могла привести к новому сбою. Еще одной возможной причиной уехавший из России ростовский журналист Сергей Резник называет коррупцию. Он вспоминает, как в 2011 году нашел документы о дефектах на станции, после чего им заинтересовалась ФСБ. Волгодонская атомная станция, в общем-то, как и все объекты атомной экономики, построенные в коррупционной системе, представляет очень большую опасность. В частности, из тех проблем, которые лежат на поверхности, мной в 2011 году были описаны проблемы с несрабатыванием задвижек, контуров безопасности. Мне попали в руки документы. Я написал серьезный материал, который назывался «Так ли безопасен мирный атом?» Его еще можно найти в сети. И на меня неформально зашли сотрудники регионального ФСБ. Разговор состоял примерно в том, что я написал глупость, гадость, ничем не подтвержденную информацию, и что у меня, наверное, будут проблемы в связи с этим. На что я просто переслал людям часть документов, которые были подписаны курирующимся сотрудникам ФСБ, который как раз-таки и утверждал, отправляя сообщение в главк региональный, что на мероприятиях по испытаниям защитных контуров чешские задвижки не сработали, поскольку являются нестандартными и немного бракованными. После чего сотрудники регионального управления ФСБ претензии свои ко мне сняли, но начался ряд иных претензий иного характера. Еще одной большой проблемой Волгодонской ФСБ был старт ее строительства. Тогда очень сильно возмущалось население. Все считали, что строить станцию в этом месте и в таком густонаселенном регионе просто нельзя. Но людям, как всегда, что-то пообещали. 30-километровую зону, скидки, льготы. Люди подкупили, и они, в общем-то, свой протест, условно говоря, потихонечку снизили и дальше не протестовали. В конце концов, людей все-таки обманули, потому что если посмотреть, сколько стоит электроэнергия в Ростовской области для потребителей, сколько стоит электроэнергия в Ингушетии, в Дагестане, в Крыму, а если посмотреть еще чуть дальше, то в Абхазии, где она стоит просто смешные деньги, то можно будет понять, что за счет оплаты населением Ростовской области соответствующих тарифов датируются соседние регионы. То есть мало того, что на территории Ростовской области находится опасный ядерный объект, ростовчане еще и приплачивают энергетикам за то, что содержатся сети и поставляется недорогая электроэнергия в Кавказские республики, но и теперь, наверное, в новые регионы России, потому что не все так просто. Ростовская АЭС находится вблизи Волгодонска. Здесь живут более 160 тысяч человек. Как утверждает в Росатоме, радиационный фон у станции после сбоя находится в норме. Сейчас, согласно официальным данным, работают три из четырех энергоблоков АЭС. Несмотря на это, на юге России продолжают ограничивать подачу электроэнергии. Власти снова объясняют это перегрузками из-за жары. В разных районах Краснодарского края на неделе тушили лесные пожары. Самый крупный из них произошел 14 июля под Новороссийском и распространился с трех до 62 гектаров. Это сопоставимо с площадью более 80 футбольных полей. Из-за пожара глава Новороссийска вводил режим чрезвычайной ситуации. Под угрозой оказались несколько баз отдыха, откуда были эвакуированы сотни людей. О погибших и серьезно пострадавших не сообщается. В тушении огня задействовали авиацию. Ликвидировать пожар удалось только через два дня, вечером 16 июля. На фотографии, которую опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев, видно, что в результате выгорели целые склоны вблизи моря. Последние годы крупные ландшафтные пожары в Краснодарском крае происходят почти каждое лето. В прошлом августе огонь охватил 100 гектаров под Геленджиком. Потушить лес тоже удалось только через два дня. В 2020 году в результате пожаров в заповеднике Утриш выгорело 120 гектаров уникальной можжевелово-фисташковой рощи. Возраст некоторых деревьев достигал 500 лет. По оценкам экологов, причиной участившихся пожаров являются климатические изменения и недостаточный уровень готовности властей к этому. Вы слушали 193-й выпуск подкаста «Кавказ. Реалии». Для вас его подготовил и провел я, Иван Мартаненко. Если вы находитесь в безопасности и хотите поддержать нашу работу, поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете или смотрите. Это важно для алгоритмов соцсетей и поможет расширить нашу аудиторию. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова